МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Город Женщин рад приветствовать вас. У нас немножечко другой формат. Теперь мы выходим ранним утром. Но я думаю, это вдвойне приятнее проснуться вместе с нами, с городом Женщин. И сегодня, конечно, первый свой эфир я решила посвятить осенней тематике. Ведь не зря говорят, осенняя пора – это одна из самых прекраснейших. Сегодня я в потрясающем венке, и у нас в студии царит атмосфера осени, потрясающие запахи, но обо всем по порядку. Мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете, я совсем не рукотворница. И вот такую красоту бы сделать сама я не смогла. Но есть девушка, которая умеет делать своими руками не только венки. Она у нас еще и фотографирует замечательно осеннюю природу. Она у нас собирает травы, она их выращивает, сушит. И сегодня она расскажет об этом все. Знакомимся. Екатерина Семенова. Катенька, здравствуй. Вот она, красавица в городе Женщин. Присаживайся. Ну и, конечно, со своими травами. Какая красота. Посмотрите, мне кажется, красоты должно быть много. Вот мы вместе. Красивые, счастливые. Катя, добро пожаловать в город Женщин. Ты знаешь, я очень много провожу времени в социальных сетях. Ну, листая, листая, листая. И случайно наткнулась на красивые фото. Я подумала, что за фотограф у нас в городе появился, который так фотографирует именно деревенский вид, да, деревню. Вот откуда у тебя вдруг появилась идея фотографировать именно деревню, пускай даже вот в осеннюю пору? Деревню я люблю фотографировать, потому что это очень красиво. И так по-престому. И сейчас так модно все натуральное, эхо. И, ну, в принципе, это очень красиво. Особенно природа. То есть ты такой прям патриот и любишь природу во всей ее красе. Да. Катенька, расскажи, я знаю такой, одну очень такой нюанс про тебя. Ты живешь прямо-таки на берегу озера. Да. Ты уехала от городской суеты и живешь вот в уютном домике на берегу озера. Как пришла такая идея? Потому что молодежь, наоборот, стремится все в цивилизацию, да, вот, в город, в центр. А ты у нас взяла и оттуда плавненько переехала. Это забавно. Тогда мы были совсем молодая семья с мужем. У нас был маленький ребенок. Мы жили с моими родителями. Но у нас был домик там в глубине, далеке от города. Я решила, что если мы не переедем, то мы так и будем всю жизнь жить с родителями. А ипотеки тогда еще не было. Ипотеки тогда не было, да? Делать было нечего. И мы просто собрались и переехали. У нас там не было ни воды, ни электричества. У нас даже замка на двери не было. И мы вот так жили. Потом обустраивали, обустраивали этот дом и жили. Так и живем там. Мы построили уже другой дом. Уже настоящий. То есть вот так переехали, грубо говоря, и жили в маленьком таком болте. Да, в маленьком хатончике. В хатончике жили. И построили дом. И сегодня ты вот царица леса, можно так сказать, да? Да. А скажи, ну вот неспроста же. Переехать в деревню это одно дело, да? Заняться бытом. А вдруг вот так вот ходить в лесу, собирать травы, любить природу. Как ты пришла к этому? Собирать травы, любить природу. У меня бабушка очень любила природу. Она очень любила ездить в лес и прям теребила нас. Поехали, поехали, поехали. Тогда еще машины не было. И мы ездили на автобусе. Теперь машина есть. И почему бы не ездить? И мы ездим каждый день после работы погулять в лес. Несмотря на то, что мы живем за городом, у нас в принципе природа, вот она. Вы здесь отвора. Мы ездим каждый вечер после работы, муж приезжает, и мы с детьми ездим. То есть у вас прогулка обязательно в лесу с детьми, и это после работы? Да, побегают. Ну, кто-то бегает там в парке, ну, имеется в виду, спортом занимается. Мы бегаем в лесу. Но сегодня ты пришла не с пустыми руками, и, дорогие телезрители, мы решили показать, какие же травы собирает после работы Екатерина Семенова. Катенька, пройдем туда. Значит, смотри, приходишь ты в лес, я человек, не понимающий в травах вообще ничего, зайду, пройдусь по этим травам и уйду. А ты приходишь туда с пользой. Рассказывай. Вот, подходи поближе. Так. Какие травы собираешь ты именно в осеннюю пору, правильно? Да, в осенню. Вот сейчас все же ходят за грибами, и можно собрать следующую траву. Вот, например, богорник болотный. Богорник болотный? Да, вот он. Она известная травка, растет у нас на сопах, где мух, где болотистая местность. И все его знают от мишей, от моря, он помогает от плопов, но у него есть другие свойства, очень полезные. Да, вы что? Во-первых, он очень насыщенный эфирным маслом, аромат, чувствуете? Чувствую, это я знаю. Он понижает давление, то есть если у вас высокое давление, эта трава понижает давление. И она же является антисептиком, она умеет убивать микробы, инфекции, которые попадают в рану. Итак, еще раз, эту траву мы собираем в болотистой местности, там, где мух. Так, значит, она богата эфирными маслами, значит, можно сделать какое-то масло заживляющее. Да. И также понижает давление. Верно. Также оно еще отводит маршруту, поэтому при кашле очень полезно. Кашель, от кашля тоже. Вот так вот. Дорогие телезрители, не забываем о том, что, конечно же, как у любого растительного средства, это имеет противопоказания, поэтому не бежим сразу, да, сломя голову за травой и не начинаем ее заваривать. Все-таки проконсультируйтесь у врача. Поехали дальше. Это еще раз озвучим, как называется? Боугольник болотный. Боугольник болотный. Аромат потрясающий. Дальше. Также мы можем собрать в лесу сейчас листья брусники. Листья брусники. О, вот это я собираю, кстати говоря, и в течение года... Листья брусники у нас все знают, да, как они выглядят. Вот. Вот они. Здесь, мне кажется, перепутать сложно. Да. Но все равно я их принесла. Собираем маленькие веточки. Маленькие? С маленькими листьями. Вот с такими. С мелкими листьями надо собирать? Да, с зелеными. Неповрежденные листья. Ровные. И сушим. Сушим, их раскладывая на жирной поверхности. Знаете, я сушу вот в таких ситах. А, ты сушишь сито? Старинное сито, да. Вот так выкладываем, да? Просто выкладываем и раскладываем ровным слоем. И сушим. Сколько дней примерно сушишь? Брусник посушится долго. Около месяца. Месяц? Да. Ну, она не мешает, она не приедет, ничего положили и забыли. На веранде, на чердаке, ну, может, балкон там хорошо. А потом завариваем и пьем? Да, измельчаем, завариваем и пьем. Брусник, что у нас делает? Она выводит лишнюю жидкость, выводит соль из организма. Соль выводит? Поэтому она полезна для мочеполовных пустей. Ага. Вот так вот. Снимает отеки, ну, тонизирует. Все же знают, что брусник потонизирует. Тонизирует, отлично. Значит, для тех, кто потекает по утрам, вот как я сегодня перед эфиром, мне нужна срочно брусничная листья. Хорошо. Еще что можно собрать в наших прекрасных лесах осенью? Можно еще собрать пустырник. Пустырник, все знают. Ну, успокаивающий, да? Вот так выглядит. Ой, вот это сложно разобрать, наверное, в лесу. Да, это сложно разобрать, но можно посмотреть в фото. Фото лучше сделать, да. Итак, вот этот пустырник мы собираем. Не перепутайте его, да, ни с чем. Да, у него он растет на склонах сопок, где сухая почва и ветром продувается. А, сухих. От этого называется пустырник, где пусто. А, все понятно. И у него вот здесь между цветочков, тут листья. Видите? Какие-то цветочки, да, такие? Да. В общем, нашли мы этот пустырник, допустим, дальше. Мы его сушим, вот нас собираем, связываем, вертопарь, вниз, да. Вниз головой мы его сушим, да? Да, подвешиваем на хорошо проветриваемое помещение. Хорошо. Дальше мы его измельчаем. Измельчаем и добавляем в чай. А чем ты измельчаешь, если не секрет? Честно говоря, куда он высохнет, да. А, вот так вот ручками? Да, вот и все. А, и вот такое, получается, специи, да, какие-то будут? Да. О-о-о-о. Он успокаивает, снимает неврозы. Неврозы снимает? Ну что, стрессы. Стрессы, да. То есть это такое натуральное, успокоительное, да? Да. Еще совет, измельчать лучше перед употреблением. То есть вы сушили и непосредственно в себе кружечку. Перед употреблением. Да, размельчили. Вот так измельчать можно, но лучше. Лучше перед употреблением. Запоминаем, дорогие телезрители, пустырник. Завариваем и измельчаем перед употреблением. И тогда эффект будет вдвойне, да? То есть это успокоительное. Успокоительное. Очень интересная беседа с Екатериной. У нас еще очень много трав, и мы продолжим чуть позже. Сейчас, подожди, пока стулья. С нами секретами трав и нашего прекрасного осеннего леса. Ну а в студию мы решили пригласить мужчину, который избавит нас от осенней хандры, потому что он знает, как это делать. Знакомимся, Максим Высоков. Максим, проходите в город женщин. Вот он, позитивный, с улыбкой на лице. Раннее утро, и он в нашей студии. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Присаживайтесь. Екатерина с нами рядом, посмотри, там тоже есть у нас. Привет. Екатерина у нас занимается травами. Совсем скоро она угостит нас очень вкусным чаем. Максим, ну давай представим вас нашим телезрителям. Вы являетесь у нас учителем дыхательных техник и антистрессовых программ. А также вы занимаетесь йогой. Верно. Вот скажите, как много лет назад вы окунулись вот в эту интересную культуру? Ну, скажем так, мне всегда было это очень интересно. Прям, ну, сколько я себя помню со школы прям. Но именно прям я начал знакомиться очень глубоко лет восемь назад. Лет восемь назад. Хорошо. Что вас привело вот к этим практикам? Все-таки стрессовый темп жизни? Или хотелось найти как-то гармонию с внешним миром, окружающим? Ну, в основном люди ищут покоя те, которые испытали беспокойство. Вот. Хоть раз в жизни. Поэтому обычно к этому приходят. То есть к любым занятиям, там, по йоге, люди начинают заниматься самопознанием, какой-то самореализацией, которые уже, ну, чуть-чуть испытали, получили опыт беспокойств, внутренних терзаний, там, боли какой-то. То есть у вас это было тоже? Да, да, да. Это был такой движок, да? Да, это был толчок, чтобы надо двигаться, надо меняться, надо становиться лучше. Но сегодня вы на полном позитиве. Да. И вы учите людей вот именно прийти в эту гармонию, да? Скажем так, я скорее делюсь, потому что научить никого невозможно. Можно только научиться. Если у человека есть внутреннее, ну, стремление стать лучше, то он сам найдет учителя. Поэтому я просто открыт для всех. Ну, вот сегодня мы пригласили вас в студию, чтобы вы поделились, во-первых, допустим, впечатлением о Якутии. Да, вы в Якутии первый раз? Да, я впервые в Якутии. Я даже не знал раньше то, что Якутия такая большая. И приехали именно в осеннюю пору. И я знаю, что вы хотели, конечно, посмотреть достопримечательности, все, но в первую очередь вы хотели посмотреть ту самую якутскую природу, правильно? Да, я обожаю природу. Ну, первое, что мне хочется, это смотреть на мощь вообще природы, потому что она показывает, по большому счету, нашу жизнь. То есть как природа всегда меняется, так же и наша жизнь имеет взлеты и падения. А что для вас осень? Вот как для духовного практика, да, осень? Вот если для нас, для простых людей, для земных людей, это возвращение к работе, это школа, это стресс, это какая-то хандра, апатия, возможно, недосыпание. Вот что для вас осень? Для человека, который... Ну, лично я особо не чувствую сезонов, потому что я постоянно, я как демисезонный, я постоянно где-то нахожусь. То есть у меня может в один месяц меняться, ну, несколько раз климат. Но вообще я смотрю на осень, она тоже как демонстрирует нам, как природа меняется постоянно. Точно так же наши... Мы же тоже дети природы. И наша природа такая же, то есть мы постоянно меняемся, у нас есть взлеты, падения. Просто мы часто привязываемся к ним, и из-за этого как раз-таки мы страдаем. И вот стресс, который вы говорили, он скорее из-за того, что мы считаем что-то очень временное и мимолетное, мы к этому очень сильно привязываемся и хотим, чтобы это было вечно, и не можем отпустить. Вот вы часто употребляете слово духовность, духовный мир, духовные практики, духовные... А что, вот на ваш взгляд, вот слово духовность, не для многих оно, возможно, воспринимается так, как вы понимаете его вы? Многие говорят про духовность, это очень интересная тема. То есть у нас много разных конфессий, религий, все говорят про духовность и так далее. Все хотят прийти к духовности. Но я считаю то, что любой путь, религия или конфессия, это как обертка. А духовность — это суть. И по мне так духовность — это осознанность. То есть присутствие в настоящем на 100%. Обычно наш ум постоянно где-то застревает. То в прошлом, то в будущем, то на каких-то объектах. Но очень редко мы можем осознать себя и осознать присутствие вот прямо здесь и сейчас. Потому что настоящий момент, он полный чудес. Но и я считаю то, что любая конфессия, любая религия, любое действие должно нас приводить вот именно к этой осознанности. То есть вы прям с вами так интересно разговариваете, завораживаете. Я прям сижу, и у меня уже это, я какая-то, я летаю, я в раю. Да вы и так летаете. Вот скажите, пожалуйста, вы много путешествуете, да? Да. И вот для вас, ваши ученики, вы же как-то все время стараетесь найти с ними контакт, да? И всегда ли вы видите отклик в глазах людей, для которых вы вот так вот красиво рассказываете, говорите и делитесь своим опытом? Ну, да, да. Но у каждого человека просто свое индивидуальное восприятие. И единственное, что нам помогает, это принятие. То есть каждый человек находится сейчас на своем уровне развития. И если мы не принимаем этого человека, то возникает конфликт. Все на своем, ну, на каждом уровне. И мы находимся тоже на определенном уровне. И если мы не принимаем людей, которые ниже нас или выше нас, то это создает конфликт и барьер между нами. Но принятие все выравнивает. Вот принятие. А вот я знаю, что йога, говорят, да, это вот такой путь к счастью. Говорят, занятие йогой, это приведет к тебе к тому именно счастью. А вот на ваш взгляд, счастье это что? Ну, вот такой философский вопрос. Интересно, как мыслят преподаватели именно, те, кто нам об этом рассказывает? Что такое счастье? Счастье это ты? Да? Как все просто, да? Счастье это наше состояние по умолчанию. Несчастье это что-то далекое от нас. Несчастье это то, для чего нам нужны какие-то причины и оправдания. Для счастья не нужны никаких причин. Вот вы спросите у человека, почему ты счастлив? Какие могут быть причины для счастья? Но почему ты несчастлив? И он напишет целый список причин, почему я несчастлив. Вот так все просто, да? Максим, ну мы все-таки, конечно же, просто обязаны показать какие-то практические действия от вас, как от преподавателя. Вот все-таки мы поговорим о рабочем состоянии. Сидим, мы вернулись все на свои рабочие места. Сидим за компьютером. Под конец рабочего дня мы все нервные. Пьем пустырник от Екатерины, но он не помогает. Давайте перейдем к вашим практикам. Вот как бы вы, поделитесь секретами своими. Вот что можно, как избавить себя от вот этого стресса, хандры? Первое, самое главное, это улыбка. Улыбка. Я заметила, вы зашли с улыбкой и уйдете, видимо, с улыбкой, да? А самое главное, это улыбка. Знаете, ребенок улыбается несколько тысяч раз, может быть, даже десятки тысяч раз. Взрослый человек улыбается четыре раза в день. Ну я, в сутки. Представляете, какая разница? Ребенок всегда счастлив. Вы считали или это какая-то статистика? Это статистика, да. Четыре раза в день сегодня? Да, ну плюс-минус. Ой, а что я какая-то как-то не по статистике. Да, да, да. Вот даже сейчас я сижу и улыбаюсь, и улыбаюсь. Если честно, я утрирую специально, чтобы мы поняли, ну, уловили суть. Да, поняли разницу. Может быть и больше, я не знаю, я статистику не вел. Первое правило, улыбаемся. Первое правило, улыбаемся. Когда мы улыбаемся, во-первых, мы расслабляем свое лицо, расслабляем многие нервные каналы там и так далее. Чтобы улыбнуться, нам нужно задействовать всего четыре мышцы лица. Чтобы не улыбнуться, чтобы лицо было напряженным, как обычно, да, суровые люди, нужно напрячь 72 мышцы. Представьте, мы чуть-чуть напрягаем у нас микровыражения, вот эти вот, ну, микронапряжения, которые вызывают, ну, по сути, постепенно это напряжение исходит точно так же в нервную систему. То есть начните хотя бы с улыбки. Пусть она будет неестественной вначале. Присоединяемся, улыбаемся, молодец. Хорошо. Первое, значит, первый совет от Максима, улыбаемся дальше. Дальше. Что можно еще сделать? Вот как избавиться от стресса после рабочего дня? После рабочего дня? Ну, я думаю, ну, обычный человек офисный. Я просто без коврика сегодня. У меня уже закончился курс, я скоро на самолет. Поэтому я могу просто сказать, что вы можете посмотреть комплексы йоги самостоятельно. То есть это много всего. Ой, там целое есть. Да. Можете пойти на занятия, позаниматься. То есть это очень хорошо. Но если вы хотите вот, ну, прям сиюминутно, да, вы можете прям сделать себе массаж. У нас обычно, когда мы напрягаемся, очень сильно, ну, брови, знаете, у людей брови начинают... Вот-вот-вот, хмурится, и у меня болит лоб в конце. Да, хмурится. Просто сделайте сами себе массаж. Поразглаживайте брови. Массажик. А что касается дыхания? Вот все-таки в жизни это же ведь дыхание, и вы у нас практик дыхательных, да? Да, да. Программа. Вот как можно с помощью дыхания восстановить, да, себя и свой вот микрофилот? Дыхание очень мощный аспект, очень... Это основной источник нашей энергии. Но люди, к сожалению, среднестатистический человек использует свои легкие всего на 15-20%. Вот. А легкие обогащают наше тело кислородом, да? Кислород помогает избавляться от токсинов. Соответственно, токсины на физическом уровне – это стресс в уме. В уме. Хорошо. Ну, а как вот с помощью дыхания одно какое-нибудь такое? Ну, просто элементарно вы можете глубоко начать дышать. То есть обычно люди дышат поверхностно. Что значит глубоко? То есть на вдохе прям освободите пространство, да, никто вас не гонит сейчас, просто сядьте удобно и начните дышать очень медленно. Вдох, живот надувается, как шарик, не волнуйтесь, никто не смотрит. Потом грудная клетка расширяется, плечи чуть-чуть поднимаются, ключица раскрывается. Затем медленный протяжный выдох. То есть вы можете так дышать полминуты, минуту, один цикл. И так сделайте 10 дыхательных циклов. Наполните просто себя кислородом. Вы увидите, как вы по-другому начнете воспринимать этот мир. Вот так вот. Вы знаете, сейчас дышат все. Дышат операторы, дышат редакторы. Я просто это слышу все вот здесь в ухе, я вижу это здесь. Я смотрю, как грудь Екатерины зашевелилась. Дышим мы все. Хорошо. Максим, ну, спасибо большое за вот такие лайфхаки и секреты от вас. А мы приглашаем вас пройти к нашей Кате, потому что Катя тоже хочет поделиться своей информацией. Проходите за стоечку. Туда, рядом с Катериной. Кать, ну вот мы поговорили с тобой о травах, которые мы собирали в лесу. Да. Да, вот давай продолжим эту тему. Еще есть две травы, которым богаты наши леса. Максим, запоминай, вернешься еще раз в Якутск, насобираешь, отвезешь своим друзьям. Ну что? Эти травы мы выращиваем дома. Это дома? Здесь возможно вырастить дома. И собираем семена, сожжаем дома, они там растут. А где дома они растут? На грядках. На клумбах. А, на клумбах. Ну да. Ну, может быть, и в Ташков вырастить. Я просто у себя дома не видел их еще. В огороде вообще. Ну, да, если посадить, это будут. Это называется змея-половник. Как? Змея-половник, потому что у нее цветы похожи на голову змеи. Вот они, цветочки. На кого похожи? На змею. На змею? Да, на змею. И пахнет она лимоном. Можно пахнуть? Лимоном? Вы можете вот так вот отчипнуть и... Давай, отчипну. Или между пальцев. И будет лимончиком пахнуть. Угу. Так, для чего? Нотки лимона. Да, нотки лимона. Сердечную мышцу. Сердечную мышцу. Это по вашей деле. Аритмия. Бывает, да? Немножечко, прям чуть-чуть, пару листьев в себе в чай. И успокаивает. Успокоительная, легкая, снотворная. Снотворная? Для девочек. Во время ПМС самое то девочек. Во время ПМС самое то. Максим, это не ваша. Допустим. Допустим, девочки. Девочки. Имейте в виду. Ну, нежничают все. Хорошо. Еще аккафу, пожалуйста. И ромашка, конечно. Ромашка. Вот она. Сушим ее вот так. Берем вот так. Сушите ее не нужно. Потому что мы собираем только по цветочкам. Это вот такие вот цветочки, которые я вижу, они вот такие? Они становятся вот этим вот, да? Да, они вот, видите, вот у нее. Малышки. Вот эту вот малость мы собираем. И вот она, баночка у нас хранится. Все, понял. Так, ну что? То есть ты показываешь начальный вариант? Да. Вот это вот выглядит так, шансово. И собираем чай, тонизирующий чай, что для нас очень важно. Здесь у нас листья смородины черной, малины и зимбинирки. Также у нас есть змея-половник. Мы заварим чай, да? Мы заварим сейчас обязательно чай. Нам принесут кипяточек, принесут нам заварник. А мы... Давай еще раз все-таки вот про вот эту. Это у тебя смесь такая. Да, это сбор трав, тонизирующих. Что такое тонизирующие? Вот все время такое слово. Потому что когда у нас упадок сил, и мы все такие вялые, нам нужно взбодриться и навтачать себя витаминчиками, бодростью. Вот это и называется тонизирующим. Там у нас листья ябодных листьев, малина, смородина, земляника. Малина, смородина, земляника? Да. Также там ромашка есть, потому что это очень вкусно. Максим все ищет, что-то в корзинах. Думает, что бы с собой увезти в Хабаровск, да? Так, хорошо. Тонизирующий чай, держи. А вот... Еще я вам хотела рассказать про календулу. Календула? Да. А у нее все из корзины. Как я на это и засмотрелся. Да, календула. Ну, все ее знают, но вот такие. Обычные наши растения, которые выращиваем, везде травка. Она полезна, чем она убирает кожное высыпание. Кожное высыпание. Вот где-то, там, опрелости какие-то. Опрелости. Натернутые что-то. Вот эту травку мы собираем тоже только цветочки. Цветочки собираем от календулы? Высушиваем и храним вот так. Потом мы можем это добавлять в ванную. Когда принимаем в ванную, туда мы добавляем. А, это мы не пьем, да? Ну, нет. Ну, можно пить, но мы же убираем кожное, поэтому... И из этой же календулы мы можем приготовить масло. Масло из календулы? А, ну, правильно, если это от опрелости-то, да? Подожди, ты сама это все приготовила? Да, конечно. Готовим масло. А как масло-то делать? Вот обычное растительное масло. Наливаем в емкость. Ну, вот, в банку. В емкость. Засыпаем туда... Календулы, цветочки? Цветочки календулы. Дальше. Невысушенные. Невысушенные. Собранные. Собранные, свеженькие. Перезапливаем и ставим на солнышко. И солнышко туда приникает своими лучиками, обращает это масло. Вон оно что-то. Я прям представила солнце, лучики. Да, и рядом Максим улыбающийся, возле этой баночки, да? Это очень красиво. Оно прям золотится. Вот вы куда сделаете, поймете. Хорошо. Вот сюда. И это заживляющее масло. Правильно? Отлично. Да, и оно пахнет. Видите, так приятно. Пахнет. Хорошо. А мы готовы перейти к чаю. В какой пропорции мы завариваем тонизирующий чай? Там брусничка, малина. Что там еще я забыла? Это Максим запомнил? Земляничка. Земляничка. Календула я запомнил. Календула. Но здесь ее нет. Здесь ее нет. Он не то запомнил. Хорошо. Так, в какой пропорции? Так, а какой эффект должен быть чай? Это заживляющее будет? Она впитается, ну, для начала будет смещаться, потому что у вас там нечего заживляться. Ваши идеальные. Хорошо. Давай. Итак, в какой пропорции чашечки у нас есть? Давайте. Ну, примерно... Одно столового ложки? Мы запарим в чашку? Нет, давай. В чашечку запарим? Давай в чашечки запарим. Давайте. Давайте в чашечку. Или в чайничку. А то это будет долго у нас. Там кипяток? Кипяток. Давайте в чашку. Давай. Примерно чайную ложку. Я, в общем, тут стою. По-моему, что попадется, да? А мы... А знаешь, как мы сделаем? Мы его будем запарить вот так. Закроем блюдечком. Давайте. Дальше давай. А во время рекламы будем... Там, кстати, здесь ягода черной смородины. Черная смородина, да? Вот так. Так, оставляем чай. Заварили тонизирующий чай от Екатерины Семеновой. Дорогие друзья, мы сегодня говорим об осени не только с точки зрения, значит, духовных практик, с точки зрения вот травницы нашей. У нас еще будет и мнение творческих людей, что для них осень это будет чуть позже. Ну и, конечно же, поговорим о нашем овощеводстве и огородничестве. Поэтому оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Что, вот эта самая девушка появится чуть позже у нас в эфире, ну а мы здесь уже можем испробовать наш тонизирующий чай. Он, правда, немножко еще не готов, но я думаю, как раз во время рекламы-то он у нас дозаварится. И, конечно же, мы с вами избавляемся от осенней хандры, заряжаемся энергией с помощью вот таких замечательных трав. Катенька, тебе спасибо большое. Не прощаемся. Мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Город женщин продолжает вести наш эфир. Ну что, конечно же, говоря об осени, мы просто не можем затронуть тему огорода и нашего урожая. Обратите внимание, в руках у меня достойная, знаете, такой прям награда любой хозяйки, которая провела много времени на грядках. Но о чьей-то урожай мы узнаем прямо сейчас. Встречаем Варвару Ивановну Григорьеву. Проходите к нам. Варвара Ивановна, здравствуйте. Я схватила ваш урожай. Это вам. Забирайте. Спасибо. Проходите за стоечку, и мы с вами начнем беседу. Ну что, Варвара Ивановна у нас садовод, огородник. Это человек с многолетним стажем. Это человек, который проработал в медицине много лет. Ну а сейчас, уйдя на пенсию, она полностью проводит очень много времени на грядках. Ваша дача просто знаменитая дача, да? Вот расскажите, мы все-таки знаем, что когда вы работали, конечно, было времени мало, да? Но вы все равно выращивали, старались и делали. Да, потому что, в общем-то, сама выросла на Украине, и там все везде, в общем-то, растет. И хотелось, чтобы тоже тут, когда приехала в Якутии, чтобы тут тоже все росло. Поэтому все пробовала, все привозила, сажала. Ну, конечно, не все, так сказать, тут приживалось. Ну, со временем, в общем-то, уже приучились и приловчились, и много уже, в зависимости от климата, в общем-то, потепление и растет. Вот так вот. То есть вы с Украины привозили к нам сюда семена различные, пробовали, и что-то сейчас даже уже берут у вас, да? Многие, да. Особенно я сейчас, у меня фишка, делюсь дельфиниумами. Это что такое? Это новозеландские дельфиниумы, которые растут 8-10 лет на одном месте. Это многолетник, необычайной красоты. Цветы, да? Цветы, да. Красивые цветы вы выращиваете. Цветы, да. Кроме этого, в общем-то, на даче, конечно, растет все. Яблони, вишни, крыжовник, малина очень много. У вас растет вишня? Ох, да, да, растет. Представляете, в суровых климатических условиях можно у нас и вишню вырастить, главное захотеть, да? Она цветет, как сакура, необыкновенно красивая, и потом очень много ягод. Поэтому ягоды после заморозков очень вкусные, и с них можно замораживать на компот и варенье делать. Ну, вы у нас, кстати, вас многие знают под псевдонимом Балбара. Откуда такое интересное, вот именно, как никнейм, как это говорят тинейджеры? Это имя, в общем-то, мне как бы первый раз назвала мама супруга. Супруга у меня, скорее, из Квуса, местный, поэтому, в общем-то, назвали Балбара. И сейчас все родственники, друзья, все меня так называют. И поэтому, когда я первый раз вышла на форум, я именно вот под таким ником решила себя... Балбара? Да, я Балбара, поэтому в республике меня знают все под этим ником. Вот так вот. Ну что, Балбару, конечно, пригласили мы не просто так. Мы хотим, чтобы она поделилась с нами своим фирменным рецептом. Ну вот, и что сегодня мы с вами приготовим? Мы сделаем сегодня помидоры по-корейски. Это блюдо необыкновенной вкусноты. Во-первых, оно готовится очень быстро. Во-вторых, на любой стол, к любому торжеству, на второй день оно уже готово. Хотя можно и хранить его долго. Да, во-вторых, да. И сейчас доступ, в общем-то, есть к помидорам круглый год, и поэтому его можно готовить в любое время года. Отлично. Ну что для этого нам нужно? Рассказывайте, Варвара, Варвара. Необходимо, я уже приготовила, 2 килограмма помидор. Нарезать обязательно крупно. Такими четвертинками, да? Да, четвертинками, да. Хорошо. Нарезаем. Вот, и все. Готовим заливочку теперь. Заливку готовим мы таким образом. Заливочка. Обязательно сюда остренькая заливочка. Чеснок. Чеснока 2 головки. На 2 килограмма 2 головки. Так, теперь, значит, мы перчика 2 штуки обязательно. Колгарского перчика 2 штучки, да? Обязательно красный или можно... Нет, любой. Любой. Вот красненький, вот зелененький. Любой, какой есть под рукой. Мы его сюда кладем. Вот так вот. Да. Теперь хорошие пучочки зелени. Хорошие, главное. Хорошие, да. У кого что есть? Укроп, петрушечка, сельдерей. Кто любит базилик, то есть поострее. Вот, можно поострее сделать базиличка. Да, это все туда. А также сюда добавляем обязательно 100 грамм уксуса столового 9% и масло. Нет, именно 9% я уже сделала тут с подсолнечным маслом 100 грамм уксуса, уксуса 9% и 100 грамм масла подсолнечного. Также сюда мы кладем 2 неполных ложки соли и 100 грамм сахара. Это примерно 3 ложки. 3 ложки столовой соли. Да, это примерно так вот. Кто хочет, если послабее, то можно положить поменьше. Это вот заправочка. Да, все, мы ее готовы. Итак, ну что, затравочка у нас здесь в полном ходу. Вот, посмотрите, перемешиваем зелень. Ну, в общем, Варвара Ивановна, это, так сказать, помидоры по-корейски. А почему они по-корейски? Ну, остренькие, потому что остренькие, поэтому называются по-корейски. А вот я знаю, что вы уделяете огромное внимание заготовкам на зиму. Вы даже сегодня принесли нам их в студию, также мы можем посмотреть на фото. Обратите внимание, как вы замораживаете овощи на зиму. Берем пример с Варварой Ивановной. Пример с Варварой Ивановной. Вот фотографии, видите, посмотрите. Заготовки, да, все. Вот малина. Мы, наша фишка семейная. Вот. А, там, да. Ягоды у вас, да? И вот так вот. Да, да. То есть вы берете... Можно остановить эту штуку? Так. Все. Вот, я теперь вас и мы слышу. Хорошо. Смотрите, мы, значит, вы берете... Странно, да? Обычно замораживают все в пакетах. Нет, мы замораживаем. Это очень удобно. Они не ломаются, да. Они не ломаются, ничего. Сюда добавляем, чуть-чуть добавляем зелени любой, лук-порей. Он прекрасно хранится, в нем сохраняются все витамины. И потом сразу можно во все заправки. В первые, в супы, во вторые блюда. Все это режется, добавляется и сохраняются все витамины. Так, а это помидорки? Это помидорки. Зеленые или это такой сорт? Нет, этот сорт называется банановые ноги. Банановые ноги, это, товарищи? Очень-очень вкусные. И красные помидоры такие, и все мы вот заготовили. То есть вы советуете замораживать овощи именно так, в ланчбоксах, порезанные? Да, да. И ягоды... Ваша малина? Это наша малина, да. Малиной занимается внук. Он очень плотно этим занимается. Нынче собрал почти три ведра малины. Мы знаем, что внук пошел по вашим стопам, только уже он не любитель. Нет, он заканчивает университет, шестой курс, эколог. Эколог. Да, и занимается одновременно вот малиной, всеми растениями на даче. Он первый помощник, хотя и те внуки, которые у меня трое, их все помогают. Это вы, наверное, привили его любовь, да? Да, он с маленького возраста пытался, выращивал квадратные арбузы. Квадратные арбузы выращивал? Я вкладывал в баночку маленький арбузик и ждал, пока он встанет квадратный. А как внук это зовут? Роман. Ромочка, привет тебе с города женщин. Ждем тебя с твоими рецептами. Ой, он очень много. И вот скрещивай там различные виды малины, клубники. Квадратные арбузы твои мы тоже хотим увидеть в студии. Нет, он сейчас занимается яблонями, хочет вывести такой сорт яблонь, который будет крупный и адаптирован к нашим условиям. На наши яблонь, вот которые, вот смотрите сейчас, вот яблочки, вот это яблонька, вот эти яблоки. Это же яблонь. Называется ягодная яблоня. А он на такую яблоню хочет привить яблоки, которые крупные будут. Посмотрите, товарищи, яблоком быть в Якутии. Это точно. Есть начало положено, а внук Варвары Ивановны сделать так, чтобы у каждого, да, у нас было такое доступность. А я такая наивная, я думала, это рябина. А вот какие яблоки. А это же яблоки, ну правда, посмотрите, вблизи вы только можете разглядеть, что это яблоко. Это яблочки, маленькие яблочки. Да, есть зеленый сорт, а есть вот такой красненький. Ой, Варвара Ивановна, как мило. А еще мы вот заморозки, не заморозки, а заготовки делаем, взять, у меня делают бочки. Помидоры, да, бочки, большие бочки. Вот помидоры зеленые, вот капуста, все, и он складывает. И в бочке хранят? И хранятся они в бочке, да. Да, вы что? Когда нужно, да, берем. И из бочки достаете зимой, и у вас прям в бочках стоит вот такая... Да, да, вот бочки там на этом было. Да, 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 на фотографии. То есть у вас и зять приобщен к этому делу? Да, да. Вся семья? Вся семья. Все этим занимаются. Ну что, продать цветами занимается дочь, у нее усадьба вся-вся тоже утопает в зеленых цветах. Ой, как я вам завидую, честно, белой завистью. Хорошо, продолжаем делать помидоры по-корейски. Баночку давайте вот сюда поставим поближе. Да, заливочка готова. И вот эту всю заливку заливаем в банку. О, процесс пошел. Да. А банку стерилизовать надо? Да, перед тем, как, конечно, обязательно. Я думаю, что все хозяйки знают, что перед тем, как, в общем-то, любую заготовку сделать, необходимо баночку простерилизовать. Можно в духовке, можно кипятком прокипятить. А вы считаете, что все-таки лучше стерилизуется в духовке или кипяточком? Я думаю, в духовке, потому что это и проще, пока в духовке он стерилизуется, за это время можно уже что-то приготовить. Итак, помидорчики оставляем на сколько времени? Так, нет, вот эти помидорчики в обязательном порядке первый день нужно перевернуть. Хорошо. И вот так вот, ой, и вот так вот, чтобы они стояли. Поставить в холодильник на ночь, к утру они уже готовы. Затем можно их разложить по таким же вот этим ланчбоксам и, в общем-то, хранить в холодильнике и кушать. Да, вот что. Да. То есть это так... Мы можем попробовать сразу. А, мы, конечно, попробуем. Да. А вы, дорогие зрители, делайте дома и пробуйте вечерком, либо завтра уже, да? А у нас готовый вариант. Готовый вариант. И вот мы сейчас можем... Ой, завидует мне сейчас вся республика. А вы видели бы какие тут ароматы? Вообще вот с кабачков, с тыкв, с огурцов, заготовок можно приготовить в море. Особенно столько блюд можно приготовить с кабачков. Это необыкновенно. Начиная от оладьи и блинчиков и заканчивая всеми заготовками. На зиму кабачки, вот, которые... Урожай. Урожай всегда очень хороший, и поэтому можно вообще заготавливать море. Их просто тоже замораживаем. А вот, если не секрет, сколько у вас... Где это все хранится у вас? Ну, у нас есть специально такое помещение. Да, помещение. Целая, наверное, дача отдельная. Да, помещение, вот, все на полочках, все это хранится. Здесь какие-то еще огурчики? Это огурцы необыкновенные, тоже в горчичной подливке. Тоже очень-очень вкусные. Огурцы в горчичной подливке. Это привезла с Украины рецепт, и всем-всем сообщила, и сейчас все уже сажают. А вы знаете, Варвара Ивановна у нас занимается общественной деятельностью, она проводит семинары у себя на даче, она активно ведет, участвует в различных мероприятиях. В общем, ищите Варвару Ивановну. С выездом даже в Улусы выезжай, и там положу семинары. Вот так вот, и все это у нас и делится своими вот секретами. Это варенье с кабачков. Варенье с кабачков, товарищи, и такое может быть. Ну что, мы благодарим вас, Варвара Ивановна. Дорогие телезрители, с вами не прощаемся. Попробуйте. Мы пробуем помидоры, а с вами увидимся чуть позже. Субтитры подогнал «Симон»! Мы обещали, к нам заходит та самая творческая личность Елена Березовская. Леночка радовала нас на улице города Якутска все лето. Мне кажется, видели ее многие. Вот так вот, энергично. Присаживайся, Леночка, добро пожаловать в город женщин. Здравствуй, присаживайся. Ой, танцевать захотелось. Помидоры поела, чай попила. Сейчас танцевать начну. Какой замечательный эфир. Елена, здравствуй. Знакомьтесь, Леночка у нас является артистом Оркестра Государственной филармонии Якутии имени Галины Михайловны Кривошапка. И Леночку мы позвали не просто так. Все-таки осенняя пора для творческого человека – это особенное время. Вот как ты вообще относишься к осенней поре? Для тебя это пора вдохновения, либо все-таки кого-то уныния? Вы знаете, осень – это, по-моему, такое время ярче, чем лето. То есть остатки искорок, солнышка и ярких самых красок. У нас, правда, короткая осень, но тем она ценность у нас приобретает больше, да? И больше эмоций вызывает. Но в творчестве это, я бы не сказала, что играет какую-то роль. То есть для творческого человека любое природное изменение, любая погода может как вогнать в депрессию, так и вдохновение. Да-да-да. Хорошо, Леночка. А у меня такой вопрос. Вот когда ты первый раз вышла именно показать свой талант на улице? Ведь все-таки уличный артист – это своеобразная такая специфика, и не каждый ее воспринимает. И люди ведь разного менталитета бывают, разного восприятия. Вот когда ты впервые вышла со скрипкой на улице нашего города? Помнишь? Да, в Якутске я вышла впервые в прошлом году, в прошлом летом в паре с Дмитрием Шигушевым. Его знают очень много. Как мы осмелились, я сама вот честно понять не могу. Но как-то пришла идея, мы взяли дешевую колоночку, вышли со своими скрипками, купили микрофончик там малюсенький с плохим звуком, с плохим, с малым количеством репертуара. Вышли, попробовали, очень было страшно. И в прошлом году было много негатива. Воспринимали, да, потому что звук не очень приятный был по сравнению с тем, что сейчас. А, то есть стоят такие, да, злые люди, говорят, ой, плохо играешь, да, там, или нечисто, да, то есть нет, чтобы порадоваться, да, что? Да. То есть мы играли, не могли найти площадку удобную, и мы играли возле домов зачастую, и как бы это не очень хорошо воспринималось жильцами. Приходили жалобы и все такое. Ну, а сейчас, как бы, я это популяризировала уже одна. Я совершенствуюсь как с инструментом, да, так со звуком, с аппаратурой, с репертуаром, соответственно. Какая ты молодец. А как воспринимает филармония то, что ты выступаешь на улицах? Как-то ругают тебя за это? Или говорят, наоборот, иди, продвигай, люди должны знать. Вы знаете, творческие люди, они же всегда поощряют какое-то свое, да, высказывание. Я вот так самовыражаюсь. И это, да, это наоборот, как бы поддерживается людьми. И наши, это Яра Игревна, как бы, да, она... То есть поначалу было страшно, думаю, что скажут, скажут, там, плохо играю, и каверы, типа, это классиками не воспринимается. Но все равно я как бы настаиваю на своем, и это воспринимаю. Ну, знаешь, мы поэтому тебя, возможно, и пригласили в студию, чтобы люди все-таки понимали о том, что ты не просто, знаешь, виртуоз, да, или самоучка, там, или какой-то, знаешь, необразованный человек. Ты у нас артистка, ты работаешь у нас в филармонии, и поэтому говорить о том, что ты плохо играешь, мне кажется, как минимум неправильно, потому что ты отдала этому уже достаточно много лет, да. Вот такой оранжевый цвет волос, это все-таки осеннее такое, знаешь, веяние, или ты всегда вот такая яркая, рыженькая, солнечная? Ну, как бы, я всегда рыженькая, но именно вчера вот с осенней такими желтыми листочками у меня пришло вдохновение перекраситься посветлее еще. То есть ты больше в желтизне, да, немножко излижена? Хорошо. А скажи, для тебя, вот если в трех словах, осень это? Ой, осень это конец уличного сезона. Конец уличного сезона все-таки завершает. Выход на работу и новые идеи творческие. Творческие идеи. А вот откуда ты берешь вдохновение, вот если не секрет? Ты вообще сама же создаешь, пишешь музыку или пока нет? Ну, я импровизирую сама, есть треки, которые мне, допустим, приносят минусовку, и я думаю, импровизирую и иду записывать в студию. Но так, чтобы писать сама, я еще пока не доросла до этого, я боюсь. Боишься пока, да, еще? Хорошо. А кто у тебя кумир? Вот именно в творческом плане. Из скрипачей, ну, самой распространенной девочке по нему сохнут, это Дэвид Гарретт. Он очень популярный скрипач, он был шеф-отомодель. Поэтому это вдвойне приятнее, да? Да. Леночка, а ты пришла в музыкальную школу самостоятельно, или тебя привели родители? Мне предложила мама. У меня вся семья самоучек, мама там на гитаре, на баяне, на фортепиано, и все у меня родители так, как бы, увлекались музыкой. Мама предложила, хочешь, хочу, сходила, мне понравилось, это было в пять лет, и все, и я такая, с широко раскрытыми глазами начала этим заниматься, уже вступила в школу. Ну, а что касается выхода на улицу, я первые дни, то есть первые годы обучения в Ленске, в своем родном городе, я выходила на балкон и играла на балконе. На балконе играла? Да. Там, наверное, соседи были все в шоке. Ну, в шоке, но все так позитивно воспринимали. Леночка, а ты все-таки считаешь себя уличным артистом? Вот, допустим, в больших городах, да, как в культурной столице нашей, да, России, в Питере, это ведь не ужасно, это не позор, да, это наоборот круто и классно, когда ты работаешь на улице, да, ты делишься своим талантом, люди воспринимают это на ура, то есть стоят там прям сотни людей могут стоять и восхищаться твоим творением. Вот ты хотела бы достичь такого уровня у нас в Якутске? Вы знаете, уличные выступления – это колоссальный опыт, и это такие могут быть непредвиденные ситуации, это не то, что стоят на сцене, да, и у тебя там все конкретно прописано по минутам и без лишних слов, а тут это, во-первых, очень интересно, очень волнительно даже, так сказать, и да, я хочу в этом развиваться, расти, посмотрим, что будет дальше. А ты играешь только на скрипке, обычно же музыканты играют на нескольких музыкальных инструментах, все-таки или скрипка – это вот твоя? Скрипка основная, я владею фортепиано еще, как бы я закончила музыкальную школу, но сейчас уже по прошествии времени как бы не особо увлекаюсь. А если, допустим, взять вообще из мира музыки, да, вот может быть, ты мечтала бы еще каким-нибудь инструментом овладеть, да, или может быть, тебя восхищает игра, допустим, каких-то других именитых звезд? Ну, игра восхищает на любых инструментах, если человек это делает качественно, виртуозно, но я сейчас хочу научиться петь. Петь хочешь? Профессионально. Мечтаю все, как бы не знаю, как получится. И вот хочу совмещать скрипку и пение. А, то есть у тебя такое, да, такую песню ты, значит, спела, да, а потом сыграла. Ну да, что-то такое попробовать. Ой, ну чувствую, скоро наша эстрада вздрогнет, да. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, осенью, да, многие творческие люди уходят, допустим, в природу, да, посидят часами, я не знаю, просто наслаждаются, ищут вот ту самую музу, вдохновение, да. Ты как-то вот уходишь в себя и настраиваешь себя на этот лад? Или у тебя это все, можешь проснуться, и у тебя в голове заиграла музыка? Ну, знаете, осенью у меня это уже засыпает, у меня обычно летом такое проявление, да, природы, лес, что-то такое там. Я все лето проездила по деревням, с гастролями, с выступлениями. А осенью у меня уже, вот как школьники идут, 1 сентября, уже такой настрой боевой, работа. Ты настроена на рабочий лад, да? Да, у меня такого витания в облаках кончилось. То есть летом ты витаешь в облаках, а осенью ты уже в рабочем настрое. Ну что, Леночка, конечно же, мы сейчас еще раз должны просто восхититься твоим творчеством, и что ты сейчас нам сыграешь? Вот расскажи, что это будет? Вы знаете, самый популярный хит, лето, кавер, это Дима Билан, молния. Под него танцевали, и подпевали, и дети, и взрослые, и просто... Ну что, я надеюсь, сейчас этим утром среды многие телезрители сейчас встанут и начнут тоже танцевать, кто-то на работе уже, кто-то только собирается на работу, ну и, конечно, Диму Билану мы любим, ну я, по крайней мере, ну и давай послушаем. Прошу. А я буду танцевать тогда, да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ю-ху! У-у-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok